Теперь переведите. Здравствуйте. Хочу спросить из своей ситуации в жизни. Как будто все есть в моей жизни, да? Но уже 10 лет я как бы финансово не стою на своих ногах. Финансово. Понял. Дальше. Я начал различные виды бизнеса, но никто, ни один из этих видов бизнеса не дал прибыли. Как бы не было денег много. Медленно, но... Уверенно, в материальном плане я как бы шел вниз в жизни. Что я делаю неправильно и что мне нужно было понять, не знаю. Но мне говорили, что надо доверять Богу. Это стараюсь делать, но три точки. Возможно, что вы мне можете дать как бы совет в таком случае. Вот как бы дата рождения и когда и все. А мне не нужна дата рождения, все понятно. И там дальше тоже. Ну да, как бы... Ну, я еще понял, что латышский язык, он очень как бы мелодичный такой. Вызывает радость. Потому что когда по-латышски читали, все смеялись. По-русски начали читать, все перестали смеяться. Почему? Я правильно сказал, нет? Такой радостный язык получается. Емористический, да? Нет? Радостный? Понимаете, вот письмо очень однозначно показывает ситуацию. Все понятно. Ситуация такова, что человек не знает, что такое бизнес. Не бизнесмен по природе. Потому что бизнес начинается не с того, что человек кучу предприятий заводит. Ясно, что будут убытки от этого. Бизнес начинается таким образом. Человек должен сначала почувствовать, что люди его слушаются, что он может руководить людьми. Это первое, что он должен сделать. Но он должен почувствовать, что он может это делать. Второе. Он должен начать с малого. Один бизнес всего. И не надо сильно много вкладывать в него денег. Потому что этот бизнес, который ты начнешь, будет всего лишь учить тебя делать бизнес. Надо сначала научиться. То есть ты будешь сначала просто пробовать. Ты попробуешь просто, как это происходит. Научишься понимать, что такое юриспунденция, бухгалтерия, что такое отношение с государством, как можно прогореть, как нельзя прогореть. Ну то есть идут такие просто чисто образовательные процессы, которые могут длиться года два. При этом не надо сильно много денег в это вкладывать, просто что-то делать тихонько и учиться. Если ты видишь, что люди к тебе привлекаются, что бизнес сам развивается из себя, и как бы у тебя сопутствует удача в этом вопросе, значит, у тебя есть природа быть бизнесменом. Значит, ты можешь дальше потихоньку, опять же, набирать себе людей, дальше потихоньку как бы развивать это. И вот настоящие бизнесмены, у кого есть природа на это, именно так и делают. У них врожденное есть чувство, не надо торопиться, не надо никуда бежать, надо все делать постепенно, аккуратно, ну как бы изучать все потихоньку. И вот так они развиваются. То есть сначала яд идет в бизнесе, потом нектар. То есть они где-то через несколько лет развития, у них потихоньку начинается прибыль. Почему? Потому что они отрабатывают сам бизнес, у них устанавливается хороший коллектив, с хорошими традициями, и в результате постепенно из-за этого начинает идти прибыль. Что этот человек мне сказал? Что у него нет природы быть бизнесменом. Потому что он даже не задал соответствующих вопросов. он просто говорил о том, что происходит. Он не задал никаких вопросов, связанных с самим бизнесом, понимаете? Он просто говорил ситуацию в целом. Это означает, что человек не понимает, о чем речь даже идет, несмотря на то, что он уже много времени этим занимается. И закономерно, что у него будет… И слава Богу, что он еще не в тюрьме. Потому что на самом деле это опасно вот так начинать бизнес со всех сторон. Много начинать бизнеса разного и потом получать такой вот результат. Это очень опасно. Поэтому надо сначала изучить свою природу. Если ты считаешь, что у тебя природа бизнесмена, ну начни потихоньку это делать на небольшом каком-то деле, в котором не сильно пострадаешь ты. Можешь пирожки продавать начать. Потом взять кого-то еще, что кто-то будет продавать тебе помогать. Ну как бы, ну разорился ты, пирожки не можешь уже продавать. Ну что, сильно большая проблема? Никакой проблемы нет. Ну то есть надо простые вещи какие-то начинать. И пробовать, изучать, как работает у тебя эта система.